Почему зарядка села? Блин, зарядка села. Мне очень нужен второй телефон сейчас. Я в шоке. Так, всем привет. Hello. Так, я уже отвезла Абетичку. Сейчас я еду в красивом платье. Ну, как красиво. Это такое casual платье. Оно такое теплое. Мне так нравится. Опять телефон ухал. Кстати, я сегодня вообще без тоналки решила. Я, короче, решила хотеть без тоналки. Поверните направо. Естественно, пользуюсь румянами, хайлайтером и чем еще. И все. Через 200 метров на светофоре поверните налево. Нет особо разницы никакой. Вообще, мы, наверное, девочки, из-за тоналки пользуемся. Просто нужно пользоваться правильно румяными. Нету звука? Звук есть или нет? Блин, ну я так не хочу, чтобы телефончик сутился. Ну почему включись? Ну, тварь. Хочу мобильный. Ждала тебя. Спасибо всем, кто меня ждал. Я очень рада вас видеть. Так. Есть, ну все, слава богу. Ты реально страшная. Ну ничего. Я как-нибудь постараюсь пережить этот момент. Есть. Ну все, если есть, значит все хорошо. Девчонки, мальчики. Блин, какую-то вчера... Можно я сейчас шутку расскажу, но она будет с матом. Мне просто ее вчера рассказали, и я очень смеялась. Вчера встречалась... Вчера, значит, еду по дороге. Увидела своего знакомого. Ну мы просто с ним живем в одном доме. Вот. И он мне, значит, говорит. А, ему холодно. А я была в солярии. Я, короче, переборщила немножечко. Поверните налево. Мне было очень-очень жарко. Прям капец как жарко. Я его встречаю. Я говорю, ну садись в машину, там, давайте довезу. А ему надо... Он купил квартиру. Тоже в нашем же компании, только в самом конце здания. И он туда что-то шел, там ремонт у него идет, типа, посмотреть. И он сел в такую машину. И говорит, блин, включи печку. Чего у тебя все открыто, типа, и окна, все-все-все. Мне, говорит, так холодно. Я говорю, ну ладно. Я просто в солярии, типа, была. Мне очень жарко. Но я могу все закрыть. Я говорю, и он мне рассказывает, ты знаешь, говорит, я сейчас сел с тебя в машину. Говорит, я вспомнила одну историю. Говорит, когда я учился еще в университетский город. Он уже сколько ему? Ну, 0-10 назад, получается, в универе он учился. Он говорит, мы стоим с пацанами. Говорит, так холодно. И идет, говорит, девочка. И девочка, говорит, шла такая, говорит, она очень легко была одета в короткой юбке, значит. И я, говорит, я спрашиваю, почему, говорит, вот вам вот не холодно, а мы, говорит, вот тут умираем с холоду. Она, говорит, на меня так смотрела долго-долго и говорит, типа, потому что, потому что, говорит, у вас отопление хуевое, а у нас пиздато. Блин, ну вообще-то нельзя такие вещи говорить. Ну, короче, вы поняли? Так это смешно было или грустно? Вот, короче, я сегодня вышла, теперь все время об этом думаю. Теперь нам, девочки, нам не может быть холодно, оказывается. У нас отопление бомба. Вы помните эту песню? Что это за песня? Кто-то поет. Что-то я в детстве вспоминаю. А, это же это, Максим, помните? Это Максим, я думаю, что такое прям в детстве вспомнила. Так, нет, мне нужен школьный бал. Я любила слушать, когда была мать, я школьный бал. Как это? Помните эту песню? Да, это Максим, я уже поняла. Просто я сначала не поняла, что это Максим. Только ассоциации были с детством. Через 400 метров поверните направо. Так, 400 метров. Маршрут перестроен. Прямо один километр. Привет. Да, блин, я забыла, мне на заправку надо. Чуть мне вылетело из пышки. Так, вот заправочка. Я вижу. Так, что еще? Навигатор, как называется? У меня обычный навигатор Яндекс, наверное, или какой он. Я почему-то Google карту, мне не нравится пользоваться. Хотя у меня в тачку встроена Google карта. В этот телевизор мой. Вот, но мне не нравится Google карта. Мне Яндекс больше нравится. Я хотела себе установить Яндекс карты сюда, в свой телевизор. Но мне сказали 150 тысяч, типа, просто, чтобы у меня были карты Яндекс. Ну, нафиг оно мне надо. Так, а куда сейчас прямо или нет? Блин, а как бы упали? I'm sorry. Блин, а тут что-то так много, очень большое. Так, где делаешь губы? Я сегодня, кстати, нету косметологу на уход. И я вам ее ски... Вообще я много раз выставляла, и сегодня тоже выставлю. Блин, что-то солнце сильное. Я в Москве. Так, как это убрать? Красиво, очень, спасибо. Красиво, потому что мне бежевый цвет, на самом деле, очень изжатый. Показать Москву? Как я покажу Москву? Ой, ребят, здесь ничего красивого нет. Вон, грязь одна. Почему-то не приобретают держатель для телефона. На самом деле, у меня куча этих держателей, просто они у меня не держатся. Вот у меня даже здесь есть держатель один. Вот видите? Вот у меня здесь держатель есть. Ну, от телефона отпал этот магнит. Так, вы не подумайте, что у меня дырка на рукавах, пожалуйста. Это вот так делается. А ты же скажешь, что у меня рукава дырявые. Вот, и на второй тоже. Маршрут перестроен. Вот так. Какая весна у нас так холодная. Ну, хотя бы солнышко есть. Солнце так сильно отсечет. О, так лучше. Ой, я такая красивая сейчас. Ой, блин. Как будто ждешь меня, я никого не жду. Стою в очереди на бензин. На заправке. Чем волосы укладываю? Я всегда укладываю волосы фен расческой. Тут недавно смотрела Наташу Варвину. Она тоже рассказывала про фен расческу. Но она сказала, что это только на короткие волосы, мол. И на длинные, мол, нет смысла. Но это неправда. Я сначала тоже так думала, пока очень хорошо не научилась ей пользоваться. В Монако улетаю, когда моя мама приедет. Я уже так хочу поскорее уехать, капец. Я не могу уже. Карандаш для губ. Сейчас расскажу какой. Точнее покажу, если я его с собой взяла. Мне его Мадина подарила. Он у нее в магазине продается. Сейчас покажу. Вот этот цвет. Карандаш импала. Вот он. Я у Мадина купила. Точнее, она мне подарила, но вообще их Мадина продает. Я теперь поняла, что это мой любимый цвет. И я буду всегда красить губы этим карандашом. Красиво. Тата, увидимся в Монако тогда обязательно. Ой, напишите мне, кстати, тогда в этот гирик. Слушай, я не знаю, тут этот закрывается. КамАЗ передо мной. Это даже не насколько это литр бензина уходит. Хоть что-то на голове свое осталось. В смысле, что у меня нормально, у меня хорошие очень волосы. Что у меня не осталось? Не знаю. Наоборот, я их вылечила. Где платье такое красивое купила? Это мне, естественно, сегодня привезли. Оно правда... Знаете, чем оно мне нравится? Что оно такое уютное. Здесь такие завязочки у него, вот так рукава. Но можно, правда, убрать. Я вот так делала. Ну, очень. Оно такое теплое, мягкое. Мне так нравится. И цвет я очень люблю, кстати, бежевый. Мой любимый самый цвет. Границер тебе с названием. Всегда был твоим дыханием. Я смотрел на тени, на дорогу. Я притомсу за мной. Что меня окружает? Меня окружает КамАЗ. Грязь и... И что? И все. И заправка. Больше ничего. Донбасс, привет. Как у вас там дела? Расскажите. И мой любимый бежевый. Он у меня очень идет. Да, он многие... Ну да, они там... Кстати, он не всем идет. А где твой каблук? Кто мой каблук? Так. Какой тональник? У тебя у меня сегодня вообще нет тональника, вообще ни грамма. У меня только румяна, хайлайтер и помада. И карандаш. Я просто поняла... Ну вот, мне... Короче, я решила больше тоналкой пока не пользоваться. Только на выход куда-то. Потому что смотрю... Ну, я за кожей лица очень хорошо ухаживаю. Я загорелая. То есть мне не обязательно нужен сейчас тональник. Я вообще никакой разницы не вижу между, когда я делаю тональник и не делаю. Просто главное четко нанести вот хорошо румяна, красиво сделать хайлайтер, глазки подкрасить, губы и все. Разницы никакой нету. Что тоналка, что без. Тактика красавица, просто спасибо. Так, у вас веснушки, да. Поэтому я не хочу больше тоналкой пользоваться. Потому что у меня стало очень мало веснушек. Их уже почти не видно. И мне жалко. Поэтому я решила пользоваться только хайлайтером и румяными. Ну, кстати, хайлайтер это реально крутая штука. Вот как только делаешь чуть-чуть хайлайтера, сразу такое ощущение, что прям офигеть какой макияж. Где ты серьги такие классные берешь? Ну, вот это, кстати, недорогие сережки. Я их тоже брала в Ачендеме. Да. Кстати, мои любимые сережки в антигуче и в Сен-Лоран я не могу найти. Я не знаю, куда я их спрятала. Черт стал. Брови. Выщипай. Я не хочу щипать брови. Я хочу себе сейчас еще отрастить и такие сделать. Небрежные очень брови. Блин, туда что, блин, 45 литров бензина, что ли, заливают? Мне кажется, мне ничего не останется тогда. Веснушки, это романтично. Ненавижу, когда мне звонят, когда я нахожусь в прямом эфире. Покажи себя в полный рост. У меня не такая высокая машина, я не смогу себя показать в полный рост. Стойте. Вы представляете, опрос провели. Какой самый долгожданный подарок женщинам на 8 марта? И 36% женщин ответили цветы. Дуры. Согласно данным социологического опроса, планы мужчин несколько отличаются от желаний женщин. Вы слышите? 68% респондентов будут дарить цветы, парфюмерия и косметика. Вместе набрали 23%. И на 3 месте конфеты, спиртное и деликатесы. 22% Женская сборная России по керлингу вышла в плей-офф универсиады в Красноярске. Команда поучаствует в решающем раунде. Незважно на сегодняшнее поражение от Канадок, 8-9. Девочки, во-первых, вы упали у меня. На старых, представляете, я приехала на какую-то дурацкую заправку. Здесь самоуслуживание. Я не умею. Я не умею пользоваться этой штукой. Молодой человек, а вы мне не поможете? Что хотели? Ну вот как туда засунуть эту штуку? Так уж. Вот это, где на 95-то бензиль не нужно. 95-то здесь. Да. А потом как остановить? Он сам остановился? А где? Били? А как? Я не знаю, как она открывается. А, вот вы. Простите, пожалуйста, я подумала, что здесь нет помощника. Десятая голубая. Десятая? А, все, поняла. Я просто подумала, что нет помощника. А я никогда в жизни сама даже не открывала эту штуку. Ладно, короче, ребят, все. Я сейчас буду заправляться, потом поеду, у меня опять будет падать телефон. Я вам всем показала, какая я умная. Так, все, я вас целую. Чао, какао, если что. Это, кстати, не я сейчас все разнесла. Это вот этот мужчина. Ладно, все. Чао, какао. Пока-пока. На эту касту. А здесь еще никого нет. Здравствуйте. Все, пока, ребятушки. Я вас целую. Так, десятая колонка. Продолжение следует.